Встреча с Фарафонтом С Фарафонтом я поговорю. Может он тебя под себя подгоняет или себя под тебя. В любом случае я не могу ничего сказать. Я не вижу, потому что если бы я увидел хотя бы видео и хотя бы тренировочный план, то извини, здесь я ничего тебе не могу помочь. Но при встрече с Фарафонтом мы по этому поводу поговорим. Дальше дорогие ребятушки. Что у нас восстановление? Что у нас сон? Что касается сна? Ребята, ну вот для меня я уже 1500 раз миллионов говорил, что для меня лучше не доесть, чем не доспать. Для меня поспать полчасика, вот допустим я перед тренировкой на сборах сейчас у Димы Клокова, потому что самому тренироваться тоже надо. Ты приходишь в 5 часов и там уже студенты с пол пятого разогреваются. Обед заканчивается в 3 и у тебя буквально там времени остается полтора часа. Еще нужно поспать. Буквально полчаса мне хватает перед тренировкой. Ну лучше час, но не больше. То есть если у вас есть возможность, да хоть 20 минут. То есть вот этого вот сна 20-минутного, он бывает вот дневного, он как будто ты ночь поспал. То есть перед тренировкой, ребята, желательно вздремнуть. Не засыпать прям таким богатырским беспробудным сном, но если у вас есть возможность, сидели, лежали или еще где-то там в метро, в маршрутке, остановились где-то в машине там поспали, у бабушки там дома, у девушки там еще где-то, постарайтесь. Перед тренировкой минут 20. Не перед самой тренировкой, ну допустим, ну за 2 часа, за час, если есть возможность, поспите. Вот поверьте, когда проснетесь, состояние будет такое, что ужасное. Но вот это состояние самое лучшее для тренировки. Когда ты вот такой, как медведь весной, думаешь, какая нафиг тренировка. Ребята, все нормально. Придете, начнете разминаться, возьмете в руки гриф и все будет нормально. Поверьте мне, это самое лучшее состояние, нежели вы, как конь, бьете копытом перед самой тренировкой. Когда перед тренировкой вы бьете копытом, 90% вам говорю, что тренировка будет неудачная. Вы то, что вы хотите, вы не доберете. А вот именно в состоянии, когда вы в таком сонном состоянии, ничего не хочется, начните разминаться уже в зале. Доберитесь до зала потихонечку. У меня это такое волшебство, когда 20-килограммовый гриф, который ты взял, он тяжелючий, зараза, до невозможности. К концу тренировки он превращался в 300-килограммовую штангу, с которой спокойно приседал по 3-5 раз на плечах. Вот, поэтому, ребята, это самое лучшее состояние. Что касается ночного сна, обязательно, ребята, ну старайтесь, ну хотя бы в 12 лечь спать. Лучше раньше встаньте, чем поздно ляжете. Потому что из того, что я знаю, даже из сдачи анализов, когда я сдавал анализы на репродуктивные гормоны, паралактин, эстрадиол, общий тестостерон, элитонизирующий гормон, фолликолостимулирующий, ГСПГ, всегда зашкаливал паралактин. Паралактин зашкаливал, тестостерон понижался. Соответственно, делайте выводы. Если вы хотите действительно хорошей продуктивной тренировки на следующий день, то постарайтесь лучше пораньше лечь. Пораньше ляжьте до цифры 23-59. Ложитесь 23-58 хотя бы. Вот. Как думаете, кто победит в сватке Ильина Рямнов, если это произойдет? Ну, если Ильин будет 105-й, если Ильин будет 105-й, ну, с Арямновым, это будет хорошее дерби. Здесь я не могу сделать какого-то конкретного анализа, конкретного прогноза, вернее. Если им дадут полноценно подготовиться, без каких-то допинговых вот этих вот потрясений, вот этих скандалов, если дадут им подготовиться, то это будет... Честно скажу, если Ильин не подтянет рывок, Арямнов его выиграет. Потому что даже с рывком 95 и толчком 240, если даже Ильин сделает 90 в рывке, 40 толкнет, Арямнов может толкнуть 41. 45 может толкнуть Ильин, но и 200 может порвать Арямнов. А если Арямнов порвет 200, то Ильину, ну, поверьте, будет очень сложно с ним бороться. Давай мы, знаешь, их сделаем. Ты в директ мне напиши, и мы потом с тобой решим все. Это вот я говорю Ред Вольфу Строннену. Вот. Так что вот так. Сон, ребята, обязательно. Еще раз говорю. Вот для меня лично, я, если я не сплю, становлюсь раздражительной. Я могу терпеть голод, я могу терпеть жажду, я могу терпеть поход, долгое отсутствие похода в маленький домик, да. Но то, что касается сна, ребят, я ей-богу, я с ума схожу. Массаж. Опять же, не чистить. Массаж опять, опять же, постараться нужно его сделать или после большой тренировки, чтобы на следующий день отдохнуть, или с субботы на воскресенье. То есть, ну, хороший общий массаж, не больше спортивный массаж, но я бы посоветовал не больше раза в неделю. Ну, два максимум. Можно делать массаж. Опять же, массаж перед большой тренировкой я бы не рекомендовал. Потому что все вот эти вот расшатывания, разбалтывания, вот эти вот все вещи, они могут, конечно, немножечко погубно потом повлиять на опорно-связочный аппарат. Где-то что-то может вылезти. Вот, поэтому, ребята, с этим делом... Массаж, конечно, это круто. Если вы себе можете позволить массаж хотя бы раз в неделю, это вы, считай, вы профессионал. Вот я себе не могу такого позволить. По одной только причине, что некогда. Вот, некогда не то, что мне, а массажистам массажисты не могут под меня подобрать свое время. Вот, поэтому если куда-то, куда-то в какой-то город я приезжаю, и ребята говорят, Михаил, может, у вас массажисты? Я говорю, ребята, давайте помнемся. Вот, поэтому я от этого не отказываюсь. Вот, спасибо большое. Спасибо. И там кто-то задал планы на год. Планы на год завершить сезон Ассоциации Российских Силачей. Вот. И, собственно, в этом году вытянуть 400. Вот мой план. 400 хотя бы в этом году. Сложно все с каждым годом становится. Все-таки возрастные все вот эти штуковины превзносят некоторые изменения. Но я верю, стремлюсь. В принципе, не слабый. Сегодня, сейчас с некоторым стронгменом нашей страны было высовывать. Большой армией нашей стронгменов было высовано. Тяжело побороться. Да, не тот Кокляев, который даже был 4-5 лет назад. Но все равно в каких-то упражнениях. В камнях, в буксировке, в фермерской прогулке. Не знаю. В рывке одной рукой. В тяге, в приседаниях. Я думаю, что в тяге сегодня нашим ребятам, Ассоциации Российских Силачей, было бы сложно со мной побороться. Почему редко бываете в Украине? Да, в Украине последний раз я был в 2010 году. Поэтому сейчас почему не бываю? Потому что никто не зовет. Но и дальше больше ничего не скажу. Будет время. Ситуация поменяется. Я не против туда ездить. Но сегодня есть другие места, где я более востребован. И в тех местах, где я востребован, где меня ждут, куда уже многие наши звезды и прочие люди не едут. Они не становятся. Когда это место стало проклятым для многих, меня почему-то туда потянуло. Потянул только по той причине, потому что там тоже дети, которые не видят ничего. А в Украину ездят. Вот Дима Клоков ездил, ездил с Коробной. Ездил. А туда никто не едет. К этим деткам никто... К этим деткам боятся люди ехать, потому что их не выпустят потом в Америку, в Европу. Их внесут в список миротворец. А там это те же дети. Они не воюют. Они живут в состоянии какой-то непонятки. Разве это жизнь? И чего бы там... И кто бы сказал, а тебе там что делать? Ну вот по зову души. По зову души. Могу я туда поехать? Не потому что кто-то сказал. Не потому что что-то от этого жду. А по зову души почему бы и не поехать? Ну вы меня поняли. О каком месте я говорю. В Сургут не приеду, но в Мегион собираюсь 2-го числа. В Донецку привет. Вот. Так что вот такие дела, ребята. А всем студентам, которые сейчас в Огниково, пацаны, ребята, девочки, привет. Я уже скоро завтра буду опять на месте. Восстанавливайтесь. Побольше спите. Ну вот. Старайтесь приходить в столовую пораньше для того, чтобы побольше хватало еды. Вот. Что у нас еще по поводу восстановления? Давайте опять вернемся к спортивному питанию. Ребята, спортивное питание обязательно восстановление. Обязательно. Но не все подряд. То есть вы должны сами себе задать вопрос, для чего я это употребляю, и сами себе на него ответить. Если мы хотим стать сильными и немножко набрать массы, мы употребляем креатиномоногидрат. Потому что он немножко заливает водой. Если мы хотим, чтобы нас не заливало водой, мы употребляем креатиномолат или креатинофосфат. Для того, чтобы водичка тебя не заливала, но восстанавливаться ты, чтобы смог после тренировок. Поэтому каждый себя должен сделать. Если массонабор идет, конечно, там понятно, что побольше протеина, побольше гейнеров. Если мы стараемся сдержать себя в весовой категории, не уходить из весовой категории, соответственно, мы должны все рассчитывать. Для того, чтобы не выйти из весовой категории. По поводу белого, еще раз говорю, ребята, нужно выбрать, всегда есть, во всем, всегда есть три вещи. Вот даже три света. Ну, хотя это не является цветом, три цвета, не является, говорят, цветом. Белое, черное, если смешать черное с белым, получается серое. Есть да, есть против, есть воздержался. Вот и три вещи основные какие-то для себя вы должны все-таки выбрать. Для себя я выбрал три основные вещи. Топ-3 всегда было у меня. Это креатин, элькарнитин и БЦА. Ну, если БЦА, можно еще. Ну, можно аминокислотный какой-то комплекс. Что касается более высоких спортсменов, более высокого спортивного мастерства. Конечно, все эти внутривенные капельницы и прочие-прочие вещи, но это опять все должно быть в стационаре. Если это я делаю дома, ребята, у меня очень большой опыт, и я не советую новичкам делать это самим. Только после того, как вы или пройдете курс молодого бойца в плане медицины, да, кончите какой-то медицинский вуз. Или пройдете, допустим, в том же самом сационаре, вам доктор показал, как это все делать. Но я вам это делать не советую. Я сам рискую, делая это все дома. Я сам рискую, но сам я, если что-то со мной случится, я никого в это винить не буду. Я скажу, что это Миша, ты сам это себе все делал. Я имею в виду какие-то инфузии внутривенные в домашнем, находясь дома. Или еще где-то. Вам остальным всем, я говорю, не советую. Только приобретя какой-то опыт, обучившись этому или еще что-то. Креатин с загрузкой. Честно скажу, я вот эти загрузки, там, по-моему, пятидневная или недельная, я их не понимаю. Я ем в столовую такую десертную ложку, десертную ложку с горкой в любое время суток. Запиваю, там говорят, лучше сладким запивать. Я запиваю водой. И все. Я даже его не мешаю, просто ложку съел, водой запил и пошел. И все. Да, такая штуковина, которая как-то влияет на желудок. Бывает такой и рвотный какой-то позыв. Но на полный желудок я, допустим, после еды, я его не употребляю. Вот. Допустим, какой-то легкий перекус. И через минут 15 его можно закинуть. То есть в любое время суток. То есть в любое время суток может перекус быть. И в любое время суток ты можешь его закинуть. Для меня лишь бы, чтобы он во мне был. Этот креатин. Все. Опять же, ну, подход, конечно, распиздяйский. Да, но лучше пускай будет он так, чем никак. То есть, по крайней мере, употребление спортивного питания, в употреблении спортивного питания улечен. Почти что высоко ценю л-карнитин. Ну, потому что он работает. Я даже больше скажу, помимо того, что я употребляю его в пищу, есть еще и л-карнитин. Карнитин, агидрохлорид есть еще и в ампулах. Вот. Которые тоже внутривенные вот эти инъекции делаются. Кайф из капельницы. И поверьте, поверьте, работает. Все работает. И работоспособность перед тренировкой, особенно если перед тренировкой все это делается. Очень повышается работоспособность. Ощущение после многоповторной работы на штанге в тяге или в приседе. Вот этого ощущения головокружения, гипоксии какой-то, ее нет. То есть, восстанавливается и пульс гораздо быстрее. И, в принципе, ты к следующему подходу восстанавливаешься гораздо быстрее. Андрей Скоромный осенью может порвать 145 килограммов. Я почему-то уверен. Я почему-то уверен. Если сейчас он немножечко... Он все равно диетит. Вот сейчас мы были с ним вместе на сборах. Он все равно старается сладкого не есть. Единственное, что там груши какие-то, персики или абрикосы. Такая фруктоза. Но я бы на его месте, допустим, если бы уже там оставалось месяца полтора, я бы, конечно, не жалел бы так патронов. Потом бы мог бы просушиться. То есть, я бы стал действительно штангистом, который ест все. Поэтому у него получится 145, он поднимет. Конечно же, при вашей, при нашей поддержке, что лучше принимать при сушке. Братцы, сушился однажды один раз. Хватило меня на три недели. По-моему, даже трех недель не хватило. Систему сдали мне безуглеводную. То есть, полностью, как-то называется, на жирах, короче. Я помню, что майонез ел. Вот. Майонез, огурцы, капусту, салат, рукколу, яйца вместе с желтками. Вот. Курицу, рыбу. То есть, ни хлеба, ничего не было. То есть, где-то к концу второй недели ощущение того, что ты такой тугой, пустой, неналитый, но, сука, сильный. И мышцы такие, ну, я почувствовал, что мышцы такие на грани. То есть, они такие хрупкие. И сбросил я за три недели семь килограммов. Так, на бочках венки появились. Там, как-то так, больше вен на предплечьях появилось. Там, на бицепсе вена вырезали. Такой, более-менее, какой-то такой был. Но, мне не понравилось. То есть, на штанге это, конечно, отразилось. Показатели не то, что упали, но не прибавлялись. То есть, и состояние такого мышц было, ну, вот-вот-вот, сейчас что-то оторвется. Поэтому, что, на чем сушиться, какую систему, это уже, ребята, бодибилдерам, календаверу или еще, к скоромному к Андрюхе. Там, да у нас много людей есть, которые могут какую-то рекомендацию дать. Какую-то консультацию почему-то. Но это пока что не ко мне. Есть желание, конечно, у меня и просушиться там, да. Но в начале тяга. Я говорю, ребята, и бог, вот с тягой закончить эту историю. Ну, вот. Ну, и, соответственно, потом уже посмотрим, куда Криваевы видят по поводу вот этой сушки. Так, дядя Миша, кто, по-твоему, сейчас самый сильный струнмен в мире, но и в России? Самый сильный сейчас. Не знаю, что случилось с Брайаном Шо, который сейчас на Арнольде, да и на Мире что-то как-то на полу не выкладывался. И такое ощущение, что он уже, как говорится, он не перегорел в этом понимании победить, да. Но, как счет-то, я не вижу у него какого-то энтузиазма такого яркого рвения. То есть, гораздо в этом плане Тор ярче выступает. Вот, поэтому на сегодняшний момент Тор является самым сильным в мире. Тор Брайан Шо, вот. Все-таки Эдди Холла я не считаю прямо уж самым-самым сильным. Эдди Холл, он такой, как-то, мне кажется, ну, конечно, не дай бог, он какой-то однодевка все-таки. Вот. При всем к нему уважении. Эти ребята, вот, честно, Тор, это надолго. Если ничего не случится, да, Тор, это надолго. Это пока, я думаю, что-то, как минимум, еще лет на пять, точно. На пять, а то и на восемь, как минимум. Если на все десять. Вот. А в России на сегодняшний момент, я не знаю, насколько готов сейчас Миха Шевляков рубиться с нашими ребятами. Да, стал третьим на Арнольд Классик, но есть у нас спортсмен, Марков Евгений, который, в принципе, в России на сегодняшний день и так является самым сильным. Потому что Миха Шевлякова я на России не видел, Миша выступает только на Международке. Вот. А на сегодняшний день, при всем уважении к Лысенко, к Люшеву и к Ловчеву, самый сильный и просто катастрофический, огромной силой человек, это Евгений Марков. Поверьте мне, я видел, что он делает, я как профессионал, как человек, который показывал высокие результаты в этом виде спорта, я знаю, что этот человек на сегодняшний день просто не досягаем. Не досягаем. И я бы хотел посмотреть такое, чтобы Миша Шевляков, да и Саша Клюшев, чтобы они выступили. Но ни Клюшев, ни кто-то остальной, пока они не будут с ними выступать, потому что и Клюшев знает, что он проиграет. И Маркову, и сейчас подтянулся Петруха, и Валерка Самин тоже сейчас подлечится у нас, у него травма есть. Я думаю, с ними будет очень сложно, ребятам старой гвардии, вот именно Клюшев, Лысенко бодаться будет очень сложно. Притом, если у Клюшева, у Лысенко сегодня есть условия в виде Гераклиона, который уплачивает им зарплаты, у нас ребята зарабатывают только на наших стартах, ну и там, где они работают. Петруха, допустим, он коса там работает, там 20 тысяч получает в месяц, ну вот и растет, да. Валерка инструктором в зале работает, Женька Марков в охранном где-то, в охране, охранником в каком-то предприятии СТБ, по-моему, если я не ошибаюсь. В Омске, то есть ребята все при делах и ребята все добавляют из года в год. Поэтому на сегодняшний день я могу с точностью сказать, что видя, как себя проявляет с весами Марков, Марков является самым сильным стронгом нашей страны. В 105-ник, при всем уважении к Кабанову, 105-ник сегодня самый сильный Евгений Марков, и сильнее его нету. Этому подтверждение Арнольд Классик 2017-2018, третье место на Арнольде он завоевал в этом году. А чемпионат мира, это не то, что там где-то назвали чемпионат мира. Чемпионат мира является для 105-ников, это именно любительский турнир до 105 на Арнольд Классике в Коламбусе, в США. Неофициальный рекорд, нету неофициальных рекордов. 210 как есть официальный, так и есть. Похудеть, сохранить силовые походы без шансов. Правильно, Тамара? Сохранить силовые и похудеть, это, ну опять же, как худеть? С каким соотношением жира? Если у вас там жира там 25% от веса или 30, похудеть до 15% жира силовые останутся. Миша Шевляков порвет Тора. Верю всем сердцем. Я тебе как профессионал говорю, если только Тор будет болен, тяжело, Миша Шевляков его выиграет. Кто был, Савицкий или Пудзановский? Пудзановский был функционален, Савицкий был, Савискос это все-таки слон. Такой слон, а Пудзановский это такой, это лев. Вот. И лев со слоном, они, мне кажется, никогда не встречались. И Золотой Тигр в ЕКБ осенью, она будет, это для Андрея Никова. В смысле, не понял, а для Андрея Никова не понял. Так, ну что, ребята, какие мы еще моменты не учли по поводу восстановления? Какие учли? Давайте подведем итоги. Ребята, проблему нужно решать по мере ее поступления. Если вы пашете, значит, нужно это компенсировать. То есть, помимо обыкновенного питания, у вас должно быть спецпитание, это спортивное питание. Это раз. Второе, все подряд, все подряд, так как сказал там дядя Миша или дядя Андрей, или дядя Стас, или дядя Руслан, бежать сразу же покупать тоже не стоит. Вначале нужно понять о себе, здоровы ли вы и можно ли вам это употреблять. Дальше, это второе. Ну и третье, что касается самого спортивного питания, смотрите на производителя. На то, первое, на то, как долго производитель на рынке спортивного питания, и как отзываются люди о продукции этого производителя. Ну и, собственно, кто представляет это спортивное питание. Так. Ну, в общем-то, как-то и все. Вовремя ложиться спать. Минимум три тренировки в неделю у вас должно быть. О, по поводу тренировок. Не смотрите ни на кого. Работаешь на вахте. Есть у тебя там штанга. Есть у тебя 100 килограммов. И на 100 килограммового штанги можно накачать силы. Можно и накачаться на ней. Лишь бы еще раз говорю. Это было систематично. Дальше. По себе еще раз говорю. Можно расти. Какое время суток лучше тренироваться. Еще раз говорю. Тренируйтесь, как только будет возможность. Но не меньше трех раз в неделю. И за час можно потренироваться. Только в каком режиме будет тренироваться. Вот я, допустим, вчера за час-десять оттренировал хорошую тренировку. Вот. Конечно, это все было часто. Был большой шаг на штанге. Вот. В приседе 70, 120, 170, 210, 250. То есть, тренироваться можно, ребята. Главное, ни себя ни с кем не сравнивайте. Ни кого-то не сравнивайте с собой. Как только вы будете прислушиваться конкретно к какому-то мнению, вы будете похожи на мнение, но не на себя. То есть, набирайтесь опыта и находите что-то свое. Но три раза в неделю тренироваться минимуму нужно, ребята. Тогда вы уже будете не физкультурником. Тогда вы уже будете спортсменом. Вот. Понедельник, среда, пятница. Да, у кого-то не получается. Кто-то работает сутки через двое. Сутки через двое. В понедельник ты на работе, во вторник тренируйся, в среду тренируйся, в четверг опять на работе. В пятницу опять можешь потренироваться. В субботу опять можешь потренироваться. Пожалуйста. И не надо себя сравнивать, еще раз говорю, ни с кем не сравнивайте. У каждого своя жизнь. Самое главное – движение. Самое главное – двигаться. Двигаться не сломя голову, а двигаться рационально, правильно. И не слушать кого-то, что ты неправильно делаешь. Делай. Делай, как тебе дано. Учишься ты в институте, приходишь ты с института в 6 часов. Сядь, сделай уроки, иди на тренировку. Или наоборот, оттренируйся, потом сядь, делай уроки. Я учился в институте, ездил с одной части города в другую часть города, тренировался, приезжал домой в четвертом часу, обедал, делал уроки, шел в зал. Да, приходил поздно. Да, ложился там в 11-12 часов, потом в 7 часов вставал, уже в половину девятого я был на парах. И прибавлял, и рекорды России у меня были в это время, когда я учился. Поэтому не нужно себя сравнивать со сборниками. Сборники, которые находятся в хороших условиях, поверьте, если они попадут в плохие условия, они помрут. А вы, которые тренируются в невыносимых условиях, ездите с одной части города в другой, находясь где-нибудь, не знаю, при поляре каком-нибудь, Ханты-Мансийске, или в Надыме, или еще где-нибудь, где полярные ночи, и вы идете тренироваться часов в 9 вечера, заканчиваете в 11-12. Вот вы, вас ничем не сломать. Вот именно вы, которые тренируетесь в невыносимых условиях. Я тренируюсь и мотаюсь по всей стране, я все равно минимум три раза в зале. И что меня сможет сломать? Да ничто меня не сможет сломать, только сам я себя смогу сломать. И кто бы ничего не говорил, я все равно в зале. С самолета, или после какого-то мероприятия, все равно есть зал. Вот и все. Вот вам мой совет, друзья. А восстановиться, я еще раз говорю, будьте стрессоустойчивыми. Вот и все. Будьте стрессоустойчивыми, посмотрите вокруг, где-то забейте, а где-то просто не делайте ничего плохого. Вот и все. Тогда будет у вас все в ажуре. Как-то так. Ну что, братцы? Полтора часа, почти что, час сорок в эфире. Вот. Я хочу... Можно ли бухать и тренироваться? Влияет ли алкоголь на результат? Еще раз говорю, все индивидуально. Еще раз говорю, все. Кого-то капля никодина лошадь убивает. Кому-то 50 грамм водки и он в халамину, да? А кому-то литруху засадил и пошел еще рекорды поднимает. Я говорю, все индивидуально. Но я еще раз говорю, Лучше не делать, чем делать. Вот в этом плане, по поводу алкоголя, лучше не делать. И себя не надо ни с кем сравнивать. Вот и все. Однажды я своему преемнику Валере Савину сказал, Валер, да я вот так делал и потом еще рекорды поднял. Он говорит, Миха, ну это ты. Он говорит, я вот, например, я, говорит, не могу так, как ты. Я посмотрел на него и думаю, черт ты, блядь, старый про себя. Думаю, что ж ты, блядь, элементарных-то вещей. Но не у каждого такое здоровье, как у тебя. Поэтому, ребята, лучше не бухать, если честно. Лучше тренироваться. Поставил цель, свою цель. И идти к ней. Решил 100 килограмм поднимать, иди поднимай 100 килограмм. Несмотря на то, что твой друг уже поднимает 120. Так что вот так. Ребята, до скорых встреч. Спасибо, что были сегодня со мной. Всем желаю хороших выходных. Следующей рабочей недели. Ну и в целом, прекрасного кончания лета. И начало нового соревновательного сезона, который будет у нас, как у всех профессионалов. Потому что здесь все 36 человек, 37 профессионалов. Начнется у нас новый сезон. Когда? В сентябре. Когда дети пойдут в школу. Ребята, вас всех вобнил. Всем фитрекс. Крепкого здоровья, удачи, любви. С вами был Михаил Кокляев. Мы победим. Субтитры сделал DimaTorzok.